Здравствуйте, дорогие мои многоуважаемые! Добрейшего вам времени суток! Меня зовут Лев Николаевич. Сегодня я отправлюсь в самую суету-сует в город, что зовется Москвою, в столицу нашу, и узнаю, читает ли город Толстого. И это наш совместный проект канала Фейк Студио и канала Читай Город. Пойду. Это что же за машина-то у него такая, а? Что такое стоит-то? Ну, агрегат такой, что ли? Агрегат такой? Ну, ты это самое там узнал вообще, нет? Нет. Ну как? Сам сейчас в сад ходишь или в школу уже? В школу. В школу? Там это, книжки-то читаете? Вы толстой, что ли? Толстой, что ли? Ну-ка, трогай. Что здесь трогает? Хорошо. Трогай. Аккуратнее сыпется. А вас как зовут? Вадим. Очень приятно. Меня Лёва. Он стоит, что ли? Ну, конечно. Ну, мы любим Достоевского. Мы с ним в школе учились. Не убегайте, не убегайте. Я сам уйду. Ибо спящее дитя дорого не только мне, но и человеку. Люби дитя, как любишь самого себя. Йоу-йоу-йоу. Сами кто по жизни будете? Крестьяне? Ну да, наверное. Чем же занимаешься? Паркуром. А ты? Паркуром. А еще? Ты скейтер? А ты кто? Я райдер. А я в райтер. Знаешь, что такое в райтер? Да, писатель. Да, давай. Вот так. Давай, показывай, что можешь. Паркуром. Паркуром. Пьер, работай. Пьер, что ты делаешь? Мы выиграли, да? Выиграли? Деда. Какой я тебе деда? Назовение персонажей «Война и мир». Назови мне персонажей! Назови! Еще спит пока? Спит. Сколько спит-то в день? Три раза. Я у себя тоже, бывает, пообедаю плотненько, рюмочку другую выпью и на боковую деньком-то. Знаете, как хорошо оно идет? Отлично. Сами-то тоже знаете, да? Знаю, наконец-то. О, как на лошади, считай. Считай, как на лошади. Да то же самое же. О, я х**. Хочешь за крестьянами? Хочешь в поле, можно поехать. Хорошая агрегата-то, мне нравится. Чего читаете? Патриотизм. Нам будет о чем поговорить? Война и мир. Понравилось? Воскресенье. Понравилось? Каренина. Понравилось? Анна Каренина нет. Это отверстие. Что это на вас сегодня? На мне платье. Ну, вижу, что синтетика. Потрогайте. Ну, лен, да. Трогайте, трогайте. Я понимаю, лен всегда красивый. Ну, сейчас не та погода, чтобы лен носить. Ну, неправда, не сказал бы. Для меня всегда лен, природа, погода. Не пробовали, да? Да помоги ты, не могу взяться-то сам. Ну-ка, погляди, а там бороду ем уже или нет? О, мать, отец, приехали. Я усы свои ем, она молчит. Плохая трава. Скажите, родники, зачем вы лежите на моем газоне? Это ваш газон. Это мой газон. А кто-то здесь же должен травочку-то, чтобы травочки было хорошо, мягенько, комфортненько, уютненько. А вы говорите... Ой, я смотрю, ты такая у меня умная, да? Книжки, значит, читаешь? Нет, это глупости. Привет. Привет. А что это со мной, на ты? Здрасте. Здравствуйте. Привет. В сад еще ходите или уже в школу? В школу. В школу. Сейчас какая, средняя? Да. Да. Хорошо. Книги? Книги? Шолохов. Кто такой Шолохов? Зарубежная литература. Рейс Линджер. Не нужна нам зарубежная. Мать-отец. Заморские. Чехов. Везде успел, понимаешь? А, Толстой. Казалось бы, радоваться надо, да? А нет. Не тот. Кто самый лучший русский писатель? Толстой. Хорошо. А вы как считаете? Чехов. Хорошо. Будем с вами продолжать общаться. Я на кого похож? На человека в парике и макияже. Макияж. На актера? На дедушку? Почему ты со мной разговариваешь? Я ей микрофон пододвигаю. Что больше всего в душеньку попало? Уважение, мораль, нравственность людей, которые осмысливали, исходя из ошибок жизненных и все преобразовывали к лучшему в своей жизни. Голубчик, дай я тебя обниму, родненький. Что читали из Толстого? Ну, что можно было бы читать и Анну Каренину, и «Война», и «Мир», и что еще там еще читали? И «Воскресенье». А, знаете все-таки, уважаете, любите. Вы над нами-то издеваетесь. Нет, 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 конечно, нет. Понравилось? Нет. Я не люблю Толстого. Он вас тоже. Некоторые произведения, да, некоторые, как бы надо. Так, 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 когда «Войну и мир» перечитывать будем? О, теперь не скоро. Нет, надо скоро. Есть магазин такой, «Читай-город» называется. Туда заходите, там есть «Война и мир» в различных переплетах. В подарочном запряде куплю. Я как раз задумывался сегодня съездить только не в «Читай-город», а в «Маск». Пойдешь в магазин, купишь книгу. И можно в электронном виде посмотреть. Нельзя. А почему? Потому что ты должна чувствовать запах. Деревьев много. А толстой один. О, мой агрегат. Куда поехал? Отдай. На, к*** с ним. О, это что ж такое ты придумал-то тут, а, мне? Ты моей смерти, что ли, хочешь? А лошадь, если поставлю, поедет? Не знаю. Курим, да? Любовь есть? Безусловно. По-моему, она так не думает. Любовь была в жизни? Да. И есть? Не знаю, сейчас нет. Что происходит здесь? Вы как, просто отдыхаете или там? Да? Не, 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 ничего, да, такого? Что, что наиболее вам вот понравилось, близко, скажем? На Каренина, наверное. Почему вот она так решила сделать-то? Ну что, что вот не так было? Тяжелая жизнь. Потому-то она под поезд и бросилась у меня. Потому-ка что с ней делать было непонятно. Как вот ее понять-то, эту женщину? Вульгарный вопрос, вульгарный вопрос. Согласен, чего это я? У вас это не работает, эта вот сопелка. Почему у нас сопелка не работает? Ты читала когда-нибудь... Ты не перебивай меня! Ты читала когда-нибудь Толстого? Кто это? Выйди, пожалуйста, из кадра. Слышала. Что слышала? Про войну? Я решил с тобой не говорить же. Войну и мир читала? Читала, только половину. Ну, многовато написал, честно говоря. Есть такой момент. Я писал. Ну, допустим, вас зовут Анна. Вот у нее была большая любовь в жизни. Потом она влюбилась снова. И кинулась под поезд. Знаете об этом? Нет. Ну, всего вам хорошего. А вот как же она, получается, мужа своему изменила? Ну, понимаете, какое дело? Тогда ведь тебе давали не по любви. А любовь-то, она побеждает все. Ну, она любила несколько человек. А так можно? Ну, некоторые так могут делать. Как вам эта мысль? Не совсем согласен. Я тоже, да, понимаю ее прекрасно. Вот из русского что читали? Гоголя. Еще? Пушкина. Есенина. Маяковского. Ну, я тут просто так, что ли, стал ты? Мать-отец. Три персонажа мне надо. Так, дедушка. Так, ладно, вы в школе учитесь или в садик ходите еще? В садик. Я понял, с тобой надо говорить. Книжки там читаете, изучаете что-нибудь? В садике рано еще не научили. Ну, ты, я смотрю, уже умная. Тебя-то научили? Это меня боженька поцеловал. Боженька тебя поцеловал? Вот я на боженьку, ты похож. Это я была не боженька. Вы же в Ясной Поляне, там крестьяне, и у вас рабовладельчество. Правильно, все правильно, это я люблю. Толстой виден, это так. Я знаю. Ну, и что вы хотите еще от меня услышать? Как у вас дела? Под поезд она бросилась. Это как понять? Ну, решила покончить с собой. Потому что была? Несчастная. Вижу, несогласна. Бабья дурь это называется. Бабья дурь, значит, говорит? Бабья дурь. Так и есть, точно. Поэтому и бросилась. Это, кстати, очень хорошее название для Карениной. Можно ее переименовать. Анна Каренина знаем? А ну, Каренину, да. Уже читали? Нет, будем в следующем году читать. А что я, почему я микрофон у себя держу, когда ты говоришь? А вы же кто? А-а-а. А с чего вы взяли, что что-то связано с толстым? Я не знаю, борода, вилы, картофель. Все связано, да. Все в этом мире связано? Что-то пропустило. Что вы пропустили? Вот я хочу узнать, что я пропустила. Что вы пропустили? Связанное с толстым. Вы что-то пропустили? Да, наверное. Что вы пропустили? Хочу вас узнать. Вы хотите от меня узнать, что вы пропустили? Вы пропустили логический ход беседы. Ну, подвиньтесь чуть-чуть. Чуть-чуть спинку мне промять, можете? Пожалуйста. Да локотком давай. Давай-давай. Не-не-не, я люблю, когда пожёстче. Ну, пальчиком можно, а локотком нет? Нет. Я тебе крестьянина одного отдам. Не надо. Я тебе книгу подарю. Давай. Сначала книгу, потом локоток. А ты не из простых, я смотрю. Как это называется-то хоть? Лучше. Троттер. Троттер? Роттер? Троттер. Троттер. Смотри, какой, а. Роттер. Танцевать умеешь? Да. Покажи пару движений мне. Я хочу чуть-чуть размяться. Давай, что делать? Показывай. Держи. Да ты не простой, Орешек. Давай пять. Знаете ли вы, что я умею определять по человеку его прошлое, хотя бы в течение дня? Вы были сегодня в парикмахерской? Да. Тяжело, наверное? Нормально. Привыкла уже, да? Да. Руки как? Крепкие? Да, у меня там ещё есть. Пойду. Ещё руки у тебя там есть? Кто будет? Мальчик или девочка? Нет, оно девочка. Оно девочка. У меня рук знаешь сколько? Сейчас я тебе по головам посчитаю, всех моих крестьян-то. Сколько? Ну, до сотни будет. Гуляйте. В театр идём. В театр пришли. Да. У тебя телефон звонит. Да, слушаю. Я не Надя, я Лев. Войну и мир читали? Понравилось? Уважаю. А Анну Кареньну читали? Сколько раз читали? А ты, Надя, сколько? Я один. А, вот тут-то вы Наденьку-то нашу обогнали. Я сама лично смотрела оперу «Под открытым небом», когда они приезжали туда. Очень молодцы. А он чего ей говорит? Кто? Вы новую оперу смотрели? Вот она. Это новую оперу называют. Мы про что с вами говорим-то? Чем она заканчивается? Потому что... Ну, правильно, потому что... Продолжает. Ну, когда... Потому что... Естественно. Но я вот и говорю, потому что когда... Что сегодня вечером делаете? Нам толстой Оля обещал устриц шампанский. Нет, она говорит, что она бухает. Ну, давай, целую. Безысходность. Он говорит, в чем моя вера? Он, понимаете, пришел к стене... В какой стене? В чем его плюс был гигантский? Я в Толстой, вот это его плюс, конечно. Толстой, в чем его плюс, в чем его минус? В чем? Я в человеческую душу. Так это плюс или минус? Это минус, конечно. А вы же говорите плюс. Ну... Неоднозначная фигура. То есть Чехов и Достоевский... Подождите, вы же сказали, что вы любите Чехова. Чехова, да. Но Чехов не знает. Толстой-то знает. Толстой, он не просто знает. Видите, как мы с вами перешли к тому, что Толстой все-таки лучше. Вывод. К тому, что... Вывод. Вывод. Человеческая... Вывод. What? Четыре. О, вы даже нашу Надюшу обогнали. Она три раза читала. Ну, у нее еще все впереди, она младше меня. Она младше, да. Да, вот. Хотя, я не знаю. Ну, вот давайте поговорим с вами про эту гидру вот эту, вот про Ютуб вот этот, вот многоголового вот этого дьявола. Это самое... Вот какие каналы-то любимые? Фейк-студио, понятно. Еще что? Ну, да, да, да. Читай город, еще что? Что, не правда, что ли? Ты врешь мне опять? Нет, все правда. Хорошо. А ты как считаешь? Фейк-студио, хорошо. Все, подписаться. Пока. А где книжка обещанная? В магазинах читай город. Ноги все с тобой отсидел? Ох, как же я хорошо погулял по саду-то по городскому. Нагулялся, наговорился с людьми с добрыми. И узнал, читает ли город Толстого. Подпишитесь на канал. Да, у меня озвучивает какие каналы? Ну, сначала или на... На канал Фейк-студио и читай город. Фейк-студио. Теперь это наша заставка.